Здравствуйте, друзья! Моя реабилитационно-реанимационная бригада и обещанное видео о препаратах, которые я использую для своих растений. Аптечка у моих растений намного больше, чем наша семейная аптечка. Она занимает большую коробку. Ну, в общем, как-то так. Сразу скажу, что фундазола, фундазимов и им подобных у меня нет. Такими препаратами я не пользуюсь. Почему я вам уже объясняла в своих предыдущих видео и не хочу травить свою семью и себя любимую. Поэтому фитоспорин-паста всегда покупаю раз в год. Развожу по инструкции на пол-литра воды и пользуюсь ею круглый год для вновь поступивших растений, для профилактики, для пролива грунта. Ну, в общем, это не лекарственный препарат, это, скорее всего, будем говорить так, профилактика. Более серьезные препараты от гнили. Я использую это Триходерму. Затем использую Привикур. Марганцовка. Конечно, она сейчас есть не у каждого. Это советский запас. Ее не продаю в свободные продажи. Затем медный купорос. Обязательная вещь при гнилях. Перекис водорода. Обработка всех ран. Перекис водорода, кстати, я использую и для полива своих растений тоже. Затем у меня есть, все время обещаю показать, не доходят руки. Это садовый вар, который я храню в холодильнике. Это парафин с добавкой там всяких там препаратов, не знаю чего, не буду говорить. Кому интересно, есть инструкция, не прочитайте. Просто отламываю кусочек, разминаю как пластилин и закрываю ранку для того, чтобы не попадала инфекция. Дальше идут укоренители. Укоренитель это, в первую очередь, гетерооксин, который я замачиваю, тоже оно поступившее растение в последнее время. Вы знаете, я реабилитацией так серьезно заняла с прошлого года, с осени, и вот испытывала всякие методы. Лично для себя выбрала первоначальное замачивание. Это фитоспорин с гетерооксином или с эпином. Так, дальше у нас среди укоренителей есть это кризоцин. Я проливаю свои растения. Потом очень, конечно, очень хорошая вещь это Рибав-Экстра, которая не всегда доступна, там, можно сказать, недоступна жителям Украины. Поэтому, чисто для себя, я выбрала такой препарат, как наш украинский укоренитель. Вот такой вот он жидкий, продается в таких бутылочках. Очень хорошая вещь, кстати, по составу ничем не уступает Рибаву. Но здесь добавлен еще и фунгицид, и разные микроэлементы. Моя Аскоценточка и малышка Ванды очень полюбляют этот препарат. Дальше у нас идет из аптечного аммиак. Я проливаю свои растения аммиаком. Янтарная кислота. Покупаю в аптеке. витамины группы В. Вот весь набор. Не хватает только витамина В. Ой, витамина В. 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 Не доходят руки. Потом у нас идет вот такой вот препарат Калипсо называется. Это спрей для обработки от разных насекомых. Это очень дорогой препарат. он не каждому доступен. По карману я имею ввиду. Не каждый считает нужным покупать его. Ну, я вот покупаю раз в год. Чисто из тех соображений, что когда в дом попадает одно-два новых растения, разводить препараты другие, они обычно продаются с дозировкой на 5 или на 10 литров. Это слишком много. Мне столько не нужно. Поэтому я просто обрабатываю это свое растение, опрыскиваю этим калипсом. Можно, конечно, не можно, а вполне доступно заменить на доктор фоли. Доктор фоли ветшкидники или от вредителей или от болезней и гнилий. Тоже довольно такие хорошие средства. Мне нравится. Потом, значит, так. Дальше у нас идет незаменимая вещь в моей семье это шампунь блохобой для собак. Я купаю в ней собаку. Ну и за разом, если у меня есть проблемы с животными, с насекомыми в моих растениях, я купаю и свои растения тоже. Весну мы обычно начинаем вот с таких препаратов. Это у меня идет как спасатель для роз. Ну, такие препараты в магазинах продают и для винограда, для чего угодно. Он идет как инсектицид и фунгицид все в одной упаковочке. Если верить производителю, это прилипатель и препарат, к которому не привыкают насекомые. Весной мои растюшки большинство уже дышат свежим воздухом. Я открываю окна, летит всякая дрянь насекомая. Поэтому вот я обрабатываю их этим препаратом. Осенью сезонно заканчиваем препаратом вновь, собственно говоря, с теми же средствами, с теми же показаниями. Инсектицид, фунгицид, якорицид все в одном пакетике. Ну, это, как бы, знаете, как тоже, нельзя сказать, что профилактика, но все равно. На всякий случай, мало ли, вдруг кто поселился в горшке или на моем растении, я осенью обрабатываю этим препаратом. Дальше Эпинцирком, тоже незаменимая вещь для моих растений. И вот я купила, это совершенно новый какой-то регулятор роста растений, это Ревал, я его еще не тестировала, не пробовала, не знаю. В настоящее время рынок препаратов настолько велик, что в своем регионе, в своих магазинах вы можете выбрать все необязательно такое, как у меня, но что-то наподобие. Единственное, о чем всегда прошу, кто плохо видит, как я, берите с собой лупу, включайте мозги и в первую очередь смотрите на класс вредности. Желательно, конечно, в своих квартирах использовать препараты вредностью 3-4, не больше. Все остальные препараты их используют на открытом грунте, на свежем воздухе, там где есть ветер, где оно быстро испаряется и вообще желательно такие препараты в доме не использовать. Поэтому я для себя еще выбрала для борьбы с видителями это Энвидор, он идет два в одном и инсектицид и окорицид, биорейд, ну это только с насекомыми борьба, антихрущ, такое средство у меня есть, октоцит тоже два в одном, это все гелевое и можно распилять. Ну и для нов поступивших котлей всегда есть крещевит, потому что ну как ни крути, но котлеи почему-то всегда с клещами. Октора для пролива тоже от насекомых, ну и на крайний случай уже очень-очень-очень крайний случай, если ничего не помогает, мы выходим с растениями с моими под подъезд и есть октелик. Вот такая вот у нас аптечка, вот такие вот у нас препараты, еще можно использовать бурную кислоту, ну у меня ее нет, да, еще собственно говоря, во время реабилитации я использую антибиотики, такие как левометицин, тетрациклин и все, что остается у моих друзей и знакомых и у меня в семье после лечения каких-либо заболеваний, какие антибиотики есть, даже просроченные я все это храню в холодильнике и когда поступает на реабилитацию вернее заходит реабилитационную команду какая-то орхидея я первую неделю поливаю ее антибиотиком вместе с фунгицидом вот так вот друзья мои схему своей реабилитации я вам расскажу в следующем своем видео не хочу держать вас возле экрана спасибо всем за внимание пожалуйста пишите что используете вы мне это очень 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 интересно может быть тоже что-то возьму для себя на заметку ведь нас много и все мы занимаемся одним своим любимым делом пишите задавайте вопросы с удовольствием отвечу на все с вами была Марина и канал Орхидушки и мы до новых встреч друзья мои